На сегодняшний день сложно представить мир, в котором не используется безналичная система платежей. Почти у каждого второго есть банковская карта, с помощью которой делают различные покупки. Безусловно, это стало очень удобно, так как банковские карты, а также смарт-устройства позволяют быстро произвести оплату без использования пароля. Но, как правило, на картах существует лимит, установленный банком, что не всегда удобно, так как пароль легко теряется или забывается. Сбербанк с начала 2023 года начал тестировать систему увеличения лимита для карточной оплаты, по которой можно проводить платежи без участия пин-кода. Увеличение лимита, на мой взгляд, это довольно-таки правильно. Сейчас люди привыкли и больше беспокоятся, и знают о цифровой гигиене, о том, как и где обращаться с картами. Поэтому я только приветствую. Напомним, что лимит составляет 1 тысячу рублей. При покупке меньшей стоимости не требовался пароль. Теперь сумма покупки должна быть не больше 2 тысяч рублей. Увеличение лимита на банковских картах, несомненно, сделает жизнь людей удобнее. Представители Сбербанка утверждают, что сохранится прежний уровень безопасности при проведении платежных операций. Но насколько это действительно безопасно? Банки довольно-таки хорошо сейчас оптимизируют свои антифрод-решения, то есть контролируют всякие криминальные списания и оперативно их блокируют. Юристы отмечают, что даже случайно найденная карта и проведенная по ней транзакция повлечет уголовную ответственность. Не каждый гражданин, нашедший карту держателя денежных средств, осознает, что, используя денежные средства с найденной карты, может быть привлечен к уголовной ответственности, в частности, по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем не менее, данное нововведение находится в тестовом режиме. Как оно будет работать и какой лимит в итоге оставят, покажет время.